Не успел прежний хозяин рынка Славянский Юрий Бельков уйти из жизни, как тут же появились многочисленные желающие занять его должность и разделить сферу влияния по-братски. Сейчас на рынок пришли люди, которых я вижу всего второй раз в жизни. Я так понимаю, это либо охрана, либо кто-то из учредителей, которые незаконным путем вошли в состав ПКУ дел и ходят, баламутят предпринимателей, изымают какие-то документы на все вопросы, кто они, говорят, обращаются к председателю Чернышеву. В общем, никакой конкретики не говорят. Вот эти предприимчивые люди общаются с коммерсантами рынка и ненавязчиво предлагают им свои услуги. Вот только пообщаться с нами и рассказать, кто они и откуда, наотрез отказались. У нас нет таких полномочий. Давайте комментарии вам. О ребурстам, наверное, расскажет, скорее всего, владельцы этого комплекса. Мы не владельцы. Мы на работе находимся. Спасибо. Впрочем, немногословными оказались и многие продавцы. Может, они напуганы, хотя видимых причин для этого нет, а может, просто не в курсе последних событий. Какая их цель была вообще? Ну, я думаю, что... Хотя... Ну, я так думаю, что... Ну, как? Не знаю, честно говоря. После некоторого времени поисков нам удалось найти осведомленного предпринимателя, который и смог прояснить ситуацию. Они представились представителями удел, узнали, что, значит, с кем у меня заключен именно договор. Я сказала, что с фирмы удел. И попросили документы, договор с рынком. Ну, и сказали, чтобы уведомление вручили платить на территории, вот, за рынком банк. Вот там они сняли офисное помещение. Вот сказали, что платить нужно туда. Хотят, чтобы мы арендную плату платили, относили туда, а не на рынок. То есть, это их главная причина. И все же, как бы там ни было, на данный момент существует договор аренды прежнего хозяина с местными частными предпринимателями, срок которого пока не истек. Сейчас наследники Юрия Белькова направили необходимые документы в суд, который состоится в сентябре. Каким будет его решение, покажет время. Иван Бер, Вадим Нечаев. Наше время.